Доброе утро! Здравствуйте! Азиза, ну первый вопрос, вы просыпаетесь всегда рано, либо нет? Во сколько просыпаетесь? Да, я просыпаюсь рано в силу того, что я бегаю. У меня утренние пробежки, поэтому я просыпаюсь за это 5.30. Это вас мотивирует? Да, мотивирует. А вы себя как-то заставляете? Пробежка для чего-то конкретно? Какая-то цель у себя применяется? Да, есть цель. Я хочу пробежать 42 километра, вот 14 мая будет марафон. Рано, здесь укрот. А сколько у вас уже забег был? Ну, максимально я пробегала 24 километра, вот, и, ну, думаю, морально я бы готова к 42. Зачем вам это надо? Скажите мне, 42 километра, это марафонская дистанция. Наверное, каждый это делает для того, чтобы победить себя. В первую очередь победа над собой и над своей какой-то ленью, желанием поспать подольше. И вот доказать себе, что ты можешь. Я сейчас таким себя ленивым чувствую. Азиза, ну, вы у нас блогер. Да. По первой специальности вы пиар-менеджер. И параллельно, как, видимо, как хобби, да, вы занимаетесь блогами? Да, это такое хобби. Все началось с каких-то статусов, постов на Фейсбуке. И с каждым разом мои посты обретали все больше и больше. Все длиннее и длиннее становились. Да, длиннее, да. И люди начали жаловаться, что им очень неудобно читать. Они говорили, Азиза, ну, может, уже блоги заведешь, нам будет удобнее читать, просмотреть страницу. И я тоже задумалась, ну, возможно, да, надо. И вначале я создала блог на базе другого одного сайта молодежного, но потом открыла в прошлом году свой сайт. О чем вы пишете, расскажите. Ну, я пишу, на самом деле, я пишу обо всем. То, что, о чем я переживаю, о чем я думаю, как бы, ну, я пишу, самый главный мой критерий, и вот вообще, как бы, я пишу искренне. Я пишу то, что я на самом деле переживаю, и пишу об этом максимально искренне, и рассказываю читателям, как бы, свои мысли и так далее. И еще одно главное правило моего блогинга — это писать в хорошем настроении. Я всегда пишу в хорошем настроении, даже если это расставание в спарме. Вот я тоже прочитала несколько ваших блогов. Я знаю, что вы рассказывали также о том, что вы не попали в список успешных выпускников Моназа. Это как бы, да, это, как это сказать, просто мы недавно узнали, что вот нашему университету исполняется 20 лет, и была встреча, где собирали выпускников, но собрали где-то человек 20, а выпускников очень много, да, это сотни тысяч людей, которые выпустились, которые сейчас где-то работают и так далее. И у меня просто возникла мысль о том, что было бы хорошо, если бы собирали всех, объявляли для всех, потому что всем это важно. Но сейчас вот, когда я вот так проскофнила в соцсетях, после этого люди начнут писать, ну почему тогда сама не организуешь? И вот как раз сегодня у нас будут встречи с выпускниками, мы будем обсуждать. Сколько вас там? Я даже не знаю, сколько человек придут, я просто объявила на Фейсбуке. Надеюсь, будет человек, ну, много будет человек, которые захотят. А блог может быть инструментом влияния в данном случае? Да, блог, конечно, это вот, ну, слово это очень сильный инструмент на самом деле, да, и это, знаете, как журналист и как писатель, ну, слово можно влиять, лечить, там, колечить человека, да, и поэтому очень ответственно относишься ко всему, что ты пишешь. Вот, потому что я вот пишу о себе, вот только о себе, то, что я переживаю, но потом мне пишут многие, да, люди, они пишут или благодарят, и говорят, вот, я узнал о себя, там, я узнал себя в этой проблеме, я тоже так переживаю и так далее. И ты понимаешь, что ты влияешь, и люди читают, и они тоже получают какую-то мотивацию или двигаться дальше, или что-то в этом роде. Поэтому надо очень ответственно относиться. А в чем разница, на ваш взгляд, между блогером и писателем? Есть какая-то принципиальная разница? Играет. Это одно и то же, да. Ну, писатель, это больше, например, он создает какой-то иллюзорный мир, да, то есть есть какой-то персонаж, герой, возможно, он переносит свои переживания и свои мысли тоже на этом персонаже, но есть какой-то конкретный персонаж, там, зовут там Васи, например, да, и если я начну писать какие-то рассказы про Васю, да, про его похождения, тогда это будет как вот, я буду уже как писатель, но так как я всегда пишу «я», там, да, вот я пошла, я это сделала, видела, там, переживаю, это будет обо мне. Поэтому это, наверное, блогер больше пишет так, как это сказать, о себе, о своих переживаниях и своей мысли, это субъективно, а писатель, он старается писать более масштабно и как-то вот со всех сторон подойти к этому. В своем блоге вы писали то, что не готовы меняться ради мужчины своей мечты, а ради чего вы готовы меняться? Я сейчас, Сунай, когда я это написала, блин? Читали мы вас, да, готовились. Да, нет, не то, это такой вопрос, очень интересный, но не в том смысле, что я не готова меняться, в том смысле, что как бы в отношениях не должно быть такого, когда человек как-то наслаждает и говорит, типа, ты должен поменяться, ты должен быть другим, потому что если ты уже выбрал этого человека, ты выбрал его таким, какой он есть, его тараканами, мыслями и так далее. То же касается и меня, например, по отношению к другому человеку, я никогда не буду навязывать свою мысль и точку зрения и говорить, так правильно, делай вот так. Можете сказать, почитай мой блог, там все известно. Да, иногда такое бывает. Подпишись на меня. Ну, кстати, иногда бывает, там друзья могут спросить, а что у тебя там, ну, там, что это произошло, или там, я говорю, прочитай мой блог. Там все подробно написано. Да, или наоборот, люди, когда со мной здороваются, долго не виделись там, да, мы долго не виделись, здоровались, они говорят, а, я все знаю, я читаю, а я говорю, блин, ладно. Нам не о чем разговаривать. Но все-таки желание завести блог, это от того, что некому высказать все, что вот есть внутри. Из-за чего происходит вот эта вот мотивация к написанию? На самом деле, мне есть кому высказать, я очень болтливый человек, и у меня очень много подруг, друзей, которые всегда выслушают, поддержат. Здесь больше, знаете, когда пишешь блог, вот мне это помогает для того, чтобы структурировать свои мысли. Например, я пишу о чем-то, о какой-то проблеме, эта проблема накопила у меня, она вот у меня крутится, это такое. И когда я начинаю про это писать, я все это, оно такое, ложится в текст, и ты смотришь на эту проблему по-другому. И ты стараешься смотреть на эту проблему с разных сторон, и это очень помогает, ну, лично мне помогает, наверное, собраться с мыслями, вот, написанием блогов. А чем вы вдохновляетесь на блог? Меня вдохновляют какие-то ситуации, вдохновляют люди. Я очень люблю общаться с людьми, разговаривать и слушать людей, потому что их мысли тоже меня подталкивают, мои мысли. Но больше всего я, ну, когда я пишу, я люблю писать под джаз, я люблю, когда вот звучит джаз на фоне, я люблю писать. Или люблю, когда фоновой вот шум из вот людей, вот, когда сидишь в кофейне, много людей, они разговаривают, и меня это вдохновляет еще почему-то. На пляже есть ли фон? Мне кажется, нет. Боря, отойди! Боря, отойди, я сказала от воды! Боря! Нет. То есть фон должен быть такой какой-то приятный? Да, приятный фон, потому что я в таком хорошем настроении, в таком позитивном ключе. А вы хотели написать свою книгу? Мне, кстати, ну, не многие, ну, пишут там, а почему тебе не написать книгу? Я говорю, я еще не готова к этому, потому что для того, чтобы написать книгу, такую полноценную, хорошую книгу, мне кажется, человек должен быть очень таким зрелым, опытным в жизни. Я считаю, что я еще не готова к такому, да, и не до такого уровня дошла. Ну, а если мы представим, что вы лет 10-20 уже прожили, о чем бы могла бы быть ваша книга? Я даже, честно, не знаю. Пока нету мыслей по этому поводу. Да, пока нету мыслей, да. Ваше кумире, блогере. Мне нравится российский блогер Арина Холина, она, вот, я ее читаю, потому что мне нравится ее слог, как она пишет. Потом, честно говоря, даже сейчас как-то вспомнить, ну, возможно, Бикторий Скендер, он меня вдохновляет, потому что он пишет всегда на такие острые темы, и он всегда пишет на актуальные темы, и очень объективно, на мой взгляд, он старается смотреть с этих сторон. Потом мне нравится Аида Касамалиева, тоже она журналист, в Азатыке тоже пишет часто, но она очень пишет, очень красиво, вот ее слова, как бы, меня вдохновляет. Ну, не знаю, вот сейчас есть... Блогер должен быть легко осваиваемый, либо блогер должен быть острым на язык и разговаривать терминами? На самом деле, да, я тоже об этом задумалась, я, как бы, как у любого, например, товара, есть своя целевая аудитория, да, например, и то, что подходит, например, чай кому-то, для кого-то чай не нравится, кому-то хочется покрепче кофе. То же самое касается блогов. У меня есть какая-то определенная аудитория, которая меня читает, которым нравится, но, и как бы, уже у меня сложился какой-то определенный стиль написания, и я знаю, что есть люди, которым нравится, а есть люди, которым, конечно, не нравится, да, они говорят как-то не очень, да, и ищут другого. Это право выбора любого человека, но, мне кажется, блогер должен писать вот так, как он умеет, так он хочет, ну и, конечно, стараться быть более понятным, да. Ну, если, конечно, я буду писать про какую-то там, не знаю, физику, химию, конечно, я там, без термин в меня обойдется, но когда ты пишешь о жизни, то стараешься писать как-то просто, чтобы было понятно и легко читалось. А как вы думаете, кто ваша аудитория, кто вас читает? Судя по отзывам, комментариям? Судя по отзывам, комментариям, это девушки от 15 до 25, что-то в этом роде. То есть больше девушек, меньше мужчин? Нет, мужчин тоже, кстати, я писала, вот я очень удивилась, когда написала блог про то, что меня надоело вопрос, когда ты выйдешь замуж, и начали делиться. Мужчины оживились? Да, нет, мужчины начали делиться и говорить, мне надоело, что меня спрашивают, когда я женюсь. То есть, это, оказывается, не только девушек касается, и я поняла, что, оказывается, меня читают не только девушки. Это очень приятно. А чем вы этих людей привлекаете? Как вы думаете? Мне кажется, мне многие говорят, что просто очень легко читается, и плюс еще у меня такой, как-то... Я люблю писать с юмором, то есть, чтобы человек посмеялся над собой, над проблемой и над ситуацией. У вас еще есть такое, как смешение языков немножечко. Это ваша фишка? Да. Да? Да. Ну, я когда даю какое-то слово на крыльском, я даю этот перевод там в скобках. Да, в скобочках, мы заметили. Но вот введение блога — это пока хобби. Да. В дальнейшем это может быть так вот, легкое занятие, когда нечем заняться, или можно отвлечься. Либо же вы хотите превратить это в серьезную какую-то работу, огромный блог со штатом, с большим, крупным. Насчет этого, честно говоря, нет, пока я пишу для себя. Я не задумывалась это и как-то не монетизировала свою работу. Я даже не знаю, как оценивать, например, если меня попросят на писателей и так далее, да, как это вообще. И были, да, предложения писать для каких-то изданий, но сейчас я делаю так, чтобы просто... Я прошу их там, они переписывают мои там, перепечатают мои блоги, пока существующие. И, по-моему, я еще не готова к тому, чтобы писать для какого-то издания конкретно и на какую-то тему. Потому что у меня все так спонтанно происходит, я вдохновляюсь и пишу. Юным блогерам можете что-нибудь посоветовать? Тем, кто начинает только. Наверное, главное — не бояться и быть собой. Говорить то, о чем ты думаешь и не переживаешь. О чем думаете, о том пишите. Да. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо большое. Мы вам желаем удачи в этой сфере. Будем подписываться. Конечно, будем читать, наблюдать за вами. Спасибо. Приходите почаще. Спасибо большое. Азиза Мурзашева у нас сегодня была в гостях. Мы поговорили о блогах, о том, как их писать. Тема у нас сегодня «Самые крутые блогеры». Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова